Нокаут спортивных страстей на протяжении пяти дней. Бьются лучшие спортсмены России за чемпионский титул в 16 весовых категориях. Уже разыграна львиная доля медалей. Завершают соревнования и финальные бои. Совсем скоро подведут итоги. Напомню, что на чемпионат России под Хэквондо 2021 приехали спортсмены из 57 регионов страны, возраст которых по правилам соревнований от 18 лет и старше. За время чемпионата проведено более 200 боев. Впереди еще несколько финальных поединков как среди мужчин, так и женщин. Ошибается, ошибается. Все правильно, ошибается. Тренеры и болельщики, поддерживая спортсмена, не сдерживают эмоций. После напряженного поединка очередной титул чемпиона достается 19-летнему Али Алиеву из Дагестана, чемпиону России 2020 года. Чемпион России 2021 года. Али Алиев. Эта победа, как и многие предыдущие победы, давались нелегко. Все, что видят люди, это вышел, 6 минут поработал, ушел. А на самом деле часами работали в зале. Следом в женском бою вырывает победу у соперницы и пополняет список победителей. 19-летняя москвичка Елизавета Реднинская. Выложилась, я думаю, процентов на 90. Могла лучше, могла где-то еще дожать. Особого внимания заслуживает и работа судей. Требуется их полная концентрация во время боя. Центральный рефери следит за тем, чтобы спортсмены при зарабатывании баллов электронной системы судейства не нарушали правил. За сложную технику начисляют дополнительные баллы боковые судьи. Они же и оценивают удары. Все те мероприятия, которые они проводили до этого, являлись, можно сказать, генеральной репетицией для подведения того, чтобы чемпионат России прошел на достаточно высоком уровне. Разыграно 16 комплектов медалей. Из них одно серебро и две бронзы в копилке Московской области. К слову, спортсменов порадовали не только их результаты. Мне все максимально понравилось. Спасибо большое Гусейну за такую классную организацию и всему Одинцову, Союзу Тэквондо России, потому что все было проведено максимально на самом высоком уровне. Чемпионат юбилейный 30-й, поэтому и дизайн у медали особенный. Аналогов нет. Был повод сделать ее и по размерам больше той, что вручали ранее, заявляют организаторы. Вручают награды вице-президент торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Шаповалов и председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова. Это очень важное, знаковое мероприятие, потому что чемпионат мира под Хэквондо. Как вы знаете, в Одинцовском округе очень сильно представлено это направление. Это развита секция Хэквондо. И, конечно, когда мы принимаем турниры российского масштаба, это престижно как и для местной ассоциации Хэквондо, так и для Одинцовского городского округа в целом. Настроение отлично, дух захватывает, самое хочется выйти и посоревноваться. Мы гордимся, что на нашей Одинцовской земле проходит чемпионат России по интересному виду спорта. И думаем, что это не в последний раз. Стоит отметить, что чемпионат России – один из отборочных этапов на соревновании мирового уровня. Вторым этапом станет чемпионат Европы, по итогам которого лучше будут представлять Россию на Олимпиаде.